Хорошо, давайте переместимся и будем наблюдать третью решающую карту. Напоминаю, за мажор борются команды, побеждая Блэклист не точно на мажоре, а вот у Блэклист другая ситуация. Здесь выигрываешь и едешь прямиком в замечательные теплые страны, играть на турнире, где, к слову, за первое место можно получить 600 DPC поинтов. То есть ты представляешь, какая-то команда может выиграть сейчас DPC сезон, получить 500 и 600 еще там золотать. Если что, столько же очков после штрафов у Ликвид, суммарно. Хотя они дважды были в гранд-финале мажора и один раз выигрывали DPC сезон. Коэффициенты плюс-минус равные, друзья, с небольшим перевесом за Блит. Я думаю, что сейчас кэфы будут прям 50 на 50, если Блит опять плохо постоят линии. Ну а вы, главное, применяйте промокод DPC3, не забывайте про него, уже больно много бонусов и ништяков он вам предоставляет. Ну, конечно. Ну что, давайте разбираться потихонечку по лейнингам, по драфтам, какие-то предикты уже давать, потому что, я говорю, действительно очень близко все. 1,75 на 2,0. Небольшой перевес, ну, номинально, как и был у Блит, потому что они идут без поражений. У них, они задали хороший темп и показывают целую хорошую, качественную игру в миде Кордон против Карла в третий раз. И давайте посмотрим, может, на этой игре Кордон все-таки решит подсобраться и показать, что он молодое дарование, очень перспективное, которое, может, и будет обыгрывать, а Карл все динает и динает. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, у Кордона... Вообще у Кордона всегда лейнинг, наоборот, был сильным. Тут, кстати, Ку-Ку может умереть на First Blood. Не хватает пока Шоквейва. Он был в кулдауне у Айс-Айс-Айса. Но, тем не менее, там веник без фласки. Вот только сейчас он себе ее довозит. И, в целом, чувствует Магнус себя великолепно. В общем, по игре, знаешь, я так посмотрел. И кажется, что Блэклист должны проигрывать. Все-таки у Блит, ну, настолько мета. Это Магнус, это четверка Бет, который недавно в мету зашел. Под этим импауэром будет рассекать и Сларк, и Войт Спирит. И это же все коры, понимаешь? То есть ты же за купол всех не убьешь, скорее всего. И в купол-то тоже дамажит, по сути, кто? Тайд будет наносить урон? Ну, вряд ли. Пангольер один свэшбакл нажмет. И всегда вот эта сейф-тучка имеется. Глобал какой-то можно РП дать. В общем, не знаю. Мне кажется, что у Блит тут драфт, конечно, посолиднее выглядит. Но вот линия, как всегда. Здесь, конечно, начинается Денай Война, где Карл уже четырех крипов своих добил. Очень круто. По чужим, конечно, работает так себе. Но он понимает, что по левелу, если он будет на коне, то это самое главное. Не, ну золото тоже, конечно, важно. Но ты прав. Быстрее получишь стою, иначе, соответственно, сможешь своего героя реализовать чуть лучше. Опять-таки, никто не отменял вылазки в мид. И часто мы видим, что под какую-то руну на шестой минуте есть нападение. Айсайсай в стопе на Магнусе. Потихонечку формируют. Я думаю, что будет играть он опять-таки так же через вангард. Ну, на первой карте, точнее, на второй карте не получилось. Я даже не знаю, в чем была конкретная проблема. Может быть, и не в СССе это в целом. Это будет Метеор Хаммер от KPI. Прикольно. Круто. Молодежно. Но это старые прям билды из меты, которая была в прошлом патче, на самом деле. Интересно будет посмотреть. Ну, тавры они точно быстро снесут. Туда и веник, да, может со змейками к ним стынуться. В принципе, будет довольно сильно. Карл, кстати, начинает обретать вес. Как раз-таки Боттл к нему приехал. Он отпился. Пробивает этого Войс Спирита постепенно. Ну, Войс Спирит, я думаю, именно по игре будет тоже смотреться не очень хорошо. Панга и может закатать этого Спирита. Может нажать свежбакл с диффузами. И тоже Спирит очень-очень неприятно. Так, и Батрайдер пока что с Ботчиками у нас в топе. Там Виномайнсер, ну, Гейл плюс вроде бы Пойзон Синк. Все по классике. Гейл обычно берут в 2 для того, чтобы он носил большее количество урона. Хотя можно и пассивочку в Максис, ты можешь героями тыкаться. А Кипяй начинает потихонечку страдать. Много стаков. Джеки, ну, прыгать не будет. Просто подбивает, вырезает, выжигает иллюзии. Иллюзии. Выжигает стату и набирает так. И у него брейсер, кстати говоря. Думал, что по нему будут спамить. Ну, Верка часто тыкает. И на сложных матчапах это, наверное, как опция. И берешь не в рейсбинт, а именно брейсер. Ой, посмотри на Тайда. Тайда, 19 крипов. И Карл, види, как же он сегодня переигрывает Корнона. Да, Карл, ему будет очень обидно, если он проиграет эту серию. Потому что потеет как не в себя. И на линиях чувствует себя мега-мега комфортно. Постоянно заряжается. Важбакл плюс шилдкраш по оппоненту. Размениваться тяжеловато войду. Под такой историей. Когда там 20% резист. Астрал в спирит там попал по крепу, чтобы его добить. Еще один донай. Ну, мы понимаем, кто быстрее апнет шестой левел. Это очевидно. Еще и по хп. Лютая просадка. Придется сейчас сбежать голопом за этой руной воды. А представь, если бы стянулся какой-то саппорт в блоклист. Вот условный Тимс ушел бы от Тайда. Все, разливаешь руну, это ГГ. Посмотри, что сделал у нас Карл. А, он ошибся. Он нажал телепорт, а то руну не забрал. То есть прикол какой был. Он побежал на одну. Не забрал ее и нажал телепорт. Не докликал, да, немного? Да. Ой, какая обида. Но он может убить оппонента. Вроде все кнопки в кулдауне. Щит физически заканчивается. Там один чардж ботла. И не выиг, кстати, по ресурсам. Он на коне. Чуть больше у него маны. Всего остального. Далее ждем перетяжек от саппортов. Ну, пока я вижу, что Бет, если куда-то и перетягивается, то на троечку. Заниматься стаками. И потом эти стаки он вместе с Магнусом может так вкусно зафармить. Ну, слушай, действительно, два матчапа уже выиграно как раз таки Карлом. Если первый был довольно легкий, вот второй был под вопросом. Ну и третий абсолютно тренирующий. Бай. Карл на топе у нас нападение. Ку подставился. Замедление. Отпасить с водой очень сильно кастрюлю сейчас Батрайдера. Ну и, наверное, даже можно пробовать на развороте как-то попытаться пробить. Айс-айс-айс. Пока что все, единичку взял. Для того, чтобы фармить у него Эмпар. Для того, чтобы, условно, закатиться, убить. У него есть кьювер, да, и выйти тоже не помешает. И волну. Ну, шокпей сейчас берут в единичку. Чисто для того, чтобы под себя в этом герое. Это нормально, это логично. И у нас, возможно, будет вертбат. Нажимает упал, хватит ли дэмэджа. Дэмэджа должно хватить. Нет, Джеки. Не успел дать эту точку. Так, ловкости был так близко. Прям вот, знаешь, уже вот у тебя в руках. Но не получилось. Столько времени они потеряли. Убиваешь виндрейнджера. Соответственно, она погибает от АФБ. И бежит пешком домой без телепорта. Убив. Как раз-таки шей БЛБ. Ну, ладно. Видимо, все-таки хорошенечко прочитал весь дэмэдж. У нас, Джей. Карл забирает. А вы теперь это прогнали на базу. Вот это то, о чем я говорил. То есть тут как-то и шестой быстрее апнеки получилось. И все плохо. Хаста вот и не достанется панга. Карл может с лихвой на это руне ускорения прийти. Куда-то на сайт. Но там, опять же, тяжело именно для убийства, да, такие герои. Сайсай всегда на скьювере может куда-то улететь. У Сларка Баунс есть. Все-таки, как-никак. И не уверен, что какая-либо вылазка будет полезной. А вот в миде постоять, подкачаться. Возможно, пробить где-то будет сперед еще раз. За счет того, что у тебя есть активная руна. А у него она отсутствует. Это милое дело. И рецепт у КПА, обратите внимание. Совсем немного появится Метеор Хаммер. Карл сместился за руной, а ее уже давным-давно и нет. Да, и седьмая минута у нас 0-0. Господи, господи. Ладно, первая-вторая карта. Там такие драфты были. Но на третьей-то вроде бы все поагрессивней. Можно и какие-то драки навязывать. Насколько у нас, скажем так, сосредоточенные коллективы. Они понимают, что матч важный. И Блоквиз хотят попасть на Мейджор. Соответственно, Блит тоже будут зачарованы. Если они все оставшиеся матчи проиграют. Это прям будет катастрофа. Они, скорее всего, будут играть на каких-то переигровках. В общем, ситуация, говорю, максимально напряженная. Забирать поинты нужно что одним, что вторым. Ку у нас перемещается. Хочет поставить вардишки. Мы видим классическая раскладка. Все-таки Пойзон Стинг Максиса. Варды для того, чтобы этот Пойзон Стинг просто-напросто расправлялся на крипов, на героев. И был такой дефенс. И, в принципе, это бил бы Айпопей классический для того, чтобы купить. И можно было, скажем так, и фармить, и напрягать, и дефать. Ну, и просто на себя с тебя какое-то внимание. Да, Киль, просто попробуй еще нажми где-то на пятерки. Знаешь, ты там не дойдешь. Тебе герой медленный. Его снять могут, а я совсем другая история. Что будет у нас у Крул? Отменялась здесь Корбан. Хорошая игра от него. Очень крутой Астрал Спирит был. Ну, и даже крутиться Пангарьера здесь не стал. Понял, что это бесполезно. А вот руна все-таки Карлу достанется. Как ни странно. Забирает он вторую активку. Это руна щита. Ну, и с ней он может абсолютно безнаказанно чувствовать себя в миде. Если она сохранится. Хотел сказать, до десятой минуты. Но вообще в топ куда-то пошел. По голову Магнуса. Которого не так просто убить. У него почти ВГ. Вкупе с тем, что уже есть ПТ-шка. Да. Так. Что у нас у Рейвена? У Рейвена будет все-таки хенд оф майдос. Я думаю, игра затянется в лейт. Опять-таки, можно не торопиться. 40 плюс минут, я думаю, гарантирует нам ребятки. Ну, медас для Войда. Уже стал классикой, я думаю. Мало кто собирается без него. И мало кто заходит на сайт Бутбума, не употребляя промокод DPC3. Водите, друзья. Крутые ништяки. А тут ферстблат на девятой минуте. И какой же сочный. Делают ЭКПА на Джеке, Войсе. Все-таки доехал ему Метеор Хаймер. Равага. Шекл туда же. Метеора раскастовали. И урона хватило с лихвой. Тем временем, погоня в миде. За Кордоном. Все эскейпы были уже потрачены. Щита на физику тоже нет. Переезжает Пангову дважды. Подходит сюда Сайленсер. И переключает внимание Пангольера на себя. Все-таки выживает Войтспиль. Да, это прикольно, что теперь можно способность уязвать героев, да? Которые, казалось бы, раньше были невосприимчивы к магии. То есть ты накидываешь, а он по факту выходит из ролла. И сразу же получает Сайленс. Как же это неприятно. Ну, либо Стана то же самое. В общем, дота поменялась. Механики поменялись. И я не скажу, что это мне прям нравится. Но в целом, это звучит интересно, да? Теперь появляется много дополнительных опций. И можно, скажем так, по-другому разыграть. Плюс магия становится более актуальна, что немаловажно. Так, а у нас потихонечку падает вышка на работе. Там нету почти. Ну, слушай, это рекорд для сегодняшнего дня, мне кажется. То есть они снесут вышку вот так быстро, стремительно. На десятой минуте она и упала. И у Сларк теперь нет возможности стоять на линии. Хотя, казалось бы, он сейчас шестой. И Сларки, знаешь, после получения Шаду Дэнса на лейне хотят оставаться как можно дольше. Не выйдет это сделать. Уже Верк там бегает со своим виндраном. Отличный герой Сларка, чтобы вот так его погонять. Ты на него нажимаешь баунс, у него виндран. Ты никак не возьмешь. Там еще и поворотшот имеется, чтобы крипов стилить. Вот уже жетон появляется. А, Тимс еще и Дизоль хочет купить. Ну, нормальный билд. Вообще супер кайф. Чтобы, видимо, в Хрону, да, там побольше урона наносить. Да. Так, у нас все-таки на топ перемещается. Команда Блит хотят открыть вышку. А тут прилетает кипя и говорит, нет, вышку я просто так не отдам. Верочка здесь на месте. В посте своей позиции есть реведж. А, подожди, реведжа нет. Реведж 34 секунды, но есть зато фоносфера. Вышки свои не отдают Блит. Виномайз начинает потихонечку застраивать. И кому-то нужно просто переместиться, наверное, в сторону мида. И начать выкачивать карту. Я думаю, он должен пойти туда либо в ФССВ, либо в Пангольер. Нападение от Кордона. И Кордон находится в Лафраг на Аку. Ну, приятно. Все-таки не самый был удачный мид. Но по надфорсу мы видим, что Войтспири отстает. Но не так уж и сильно от Пангольера, да. Который, не знаю, там в миде показал невероятно крутой перформанс. Мне кажется, хал в ударе. Я не замечал, что он так хорошо играет в миде. Либо же это на фоне Кордон такое происходит. Нет, ты знаешь, что там было? Там у него была когда бешеная накунки? Помнишь, в прошлом сезоне? Когда было 70? За 3 или 4 матча на Куркевича. Да. То есть они никуда не поехали. Они там заняли, по-моему, 4-5 место. Но конкретно по миду вопросов не было. То есть Карл всегда хорошо стоял. У него, скорее, потом возникали проблемы. Ну и всегда, справедливости ради, крутые матчапы ему в мид выбирают. Тут нападение на Панга под глобал. Очень много демеджа. Астрал Спирит великолепный по окончанию глобального Стайланса. Это все приводит к убийству Карла. Вот тебе и Панга, которого мы перехвалили. Так вот, как-то так получается, что я вот сколько игр Blacklist не смотрю, всегда у него матчап выигрышный, знаешь, в миде. Ну, практически всегда. Эмбером он там в Панге стоит, Квапой там в каком-то миле героя и так далее. Ну, это гейт о хорошей индивидуальной форме. То есть человек действительно старается, свой матчап стоит хорошо. А то, что по игре какие-то косяки возникают, это не факт, что именно только в нем дело. Потому что а-плей обычно придумывает команда. То есть ты не так, что все координируешь, говоришь на мид лейнере. Тебя куда-то колят, форсят. Есть таргеты, объективы, которые ты хочешь забрать вместе с командой. И если вы проваливаете, зачастую это, конечно, не факт, что именно его вина. Акал начинает играть агрессивно. У нас есть ревердж, у нас есть ролл. Мы хотим эти кнопочки реализовать. Экипи просто начинает разваливать еще одну вышку в миде. Это очень важный таргет. Я думаю, должны попробовать как-то задефать здесь Блид. Хотя Магдус очень битый в непозиции. Очень битый у нас там где-то на боте слаг тоже. Не готовый драться. И еще одна вышка падает. Хоть преимущество во время 1000 у команды Блид. Самое-то важное, нетворд сосредоточен в оффлейнерах. Это плохо. Это плохо, в первую очередь, для как раз-таки Блэклист. Им нужно большого вайда иметь в итоге. Ну, возможно, так и получится. Команда пока спейсит, Войт качается. До слага ему, кстати, далеко. Там целые тысячи отставаний. Вот так. Хотя и тот, и этот стояли на фрифарме. По сути, киллов тоже особо не получали. Я думаю, Войт догонит спокойно. Сейчас Мидас появится. Плюс можно всегда за купол прийти кого-то убить. Пока, кстати, ни одной хроны за 14 минут не было. Но Блэклист, знаешь, вот они первые 15 минут играют как Ликвид какие-то, реально. Ликвид мне нравится даже больше, чем Галдиаторы. То, как они стоят линии, то, как они проводят вот Эрлигейм, наверное. И тут тоже, от ребят, прям шедевральная игра. Снесли уже две вышки. Свой Тавра задефали, задилели немного его. Пуши сейчас заходят еще и в треугольник. Обратите внимание. Поставили опс. Можно там кого-то найти. Очень большой. Магнус. О, он наполовину хп из айсайз. Казалось бы, у него уже сабли в ВГ. Топ-1 Нетвор в своей команде. Но он бегал на 500 холдс-поинтов. И это настолько халявный килл, что даже ролл тратить не пришлось. Да, какой же легкий фраг достал сейчас команде Блэклист. И они сразу перемещаются на вырочку в топ. Вот я понимаю. Оффлайнер Тайдхантер пушит вышки. Купил Метеор. Приходит, ломает. Все. Закономерно, все логично. Тиммс тоже на подхвате. Вышка демонтируется очень быстро. Есть мега. Скоро появятся грифсы. У нас глобал нападение на файсе свайда. Неприятно. Успеет немножко нажать. Нет, не успевает. Просто догорать. Забирает этот враг себе. Кордон. Мне кажется, вайду безвижно на боте крайне сложно играть. То есть у него есть опция просто фармить лес и выкачивать линию. Но мы видим, чем закончилось. Тайдхантер перемещается на бот. И знаешь, 3-2. Небольшое преимущество у Блит. И до сих пор ничего не понятно. Я думаю, что Блит, конечно, здесь небольшие фавориты сейчас идут. Насчет того, что, ну, наверное, Сларк имеет больше, чем Войт. Ну, это не критично. Сейчас поставят варды как раз-таки Блоклист. И теперь можно будет, наконец, поселиться в боте. Выфармливать эту часть карты. Угу. Ну, видишь, Войт это убивают за купол. Ой, не за купол, а за глобал. Да. И, не знаю, я вот с Кантом недавно общался, когда мы комментили тут дня 3 назад. Он мне рассказывал такую историю, что против Сала прикольно, когда команда имеет плейстайл атакующий. То есть, знаешь, они идут, и ты глобал вынужден нажимать не на убийство, а на деф. И в таком случае все. Там глобал нажали, ты понимаешь, Войт этого его никто 2 минуты не тронет. А когда по каждому кулдауну Сайленсера делаются киллы, ну, это что-то крайне позитивное для Блит. То есть, они Войта уже дважды. Один раз Эмбера убили, прошу прощения, Пангольера остановили второй раз. Вот, уничтожили Фестласс Войта. Это все сильно. Но при этом на KPI это вообще никак не отражается. Очень много у него. Десятый левел. Мека. Едут грифсы. После этого соберет себе даггер, наверное, какой-то. И будет мега полезным всю игру. Потому что в любом случае, как бы Котелла ни шла, ты нажмешь блин, кровагу, туда метеорхаммер, потом грифсы, и все. Польза от тебя максимум. Так, по всей видимости, ждет нас размен вышечками. Очень много, говорю, позиционки. Мало фрагов. Мы видим экшен, ну, такой. Бывает, ну, редкий. Не балуют нас почему-то коллективы. По крайней мере, эти. Следующий матч будет вообще кардинально отличаться. Я уверен, там будет месиво. Прям, знаешь, с первой минуты. Ну, это для наших коллег. Это для наших коллег. Насладенько. Конечно. У нас здесь такая добротная, качественная, умная дота. Высок интеллектуальная, я бы сказал даже. Понятное дело, что не всем понравится. Но мне кажется, это круто, когда коллективы не допускают каких-то ошибок. Ну, я соглашусь с тем, что преимущество надо реализовать. И кнопочки прожимать, да? Мы вот не видим ни одного реведжа, ни одной хроносферы. Уже не знаю, сколько там минут. Ну, справедливости ранее, ни одного РП я тоже таки не увидел. Ну, Войда бы как-то убить. Да, рисует план. Смог нажали. Либо в миде сыграть под Магнус. Тоже идея неплохая. Дело в том, что сделали все ТП Блэклис. Задефали Т2. Знают их позиционки враги. Кордом прожег. Глобал нажимается. Но Астрал Спирит был нажат слишком рано. И в итоге может выжить. Сейчас Карл или нет? Там Лассо. Шансов нету. Но глобал. Вернее, глобала уже нет. Ставится купол по всем, по трем героям. Хватает урона, чтобы заберстить вражеского мидера. Еще и Шекл по двоим. И сюда Жаровага. Шикарно. Все. Метеор бы раскастовать. Но Джеки успел уйти в ультимативную способность. И в неуязвимости он прячется от своих визави. Размена один в один. Даже не знаю для кого в плюс. По сути все все потратили. Единственное, что Магнус РП не нажимал. Ну, слушай, прикольно. Получается, что Вилд и Фейсис Войт вожди бы бил, бил. А в один момент отошел. Хотя Рэвич подошел и КПА. Говорит, ребятки, а что вы отходите? Нужно драться. Ну, ладно. В итоге размен у нас опять-таки мидеров произошел. А, подожди, нет. Кордон не погибал. Он не собор погиб подспитит Джеки. Джеки без ультиматива. Джеки неприятно. Джеки больно. В итоге Фейсис Войт его достает. Но нужно еще что-то. Ку. Достанет ли есть баш. Один Джеки вообще разворачивается, потому что команда подходит. КПА на месте. КПА вне позиции. КПА все еще без ревель. Слушай, они умрут. Сейчас Сеты, посмотри. Сейчас Степ будет по-двоим. Ку. 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 Остает ее в любой ситуации. Джеки идет дальше. Карл покатился. Попытка засейвить тиммейта. Под это кастуется Метеор. Сларка застанет ли он все скину Дарк Пактам. Идет дальше. КПА очень больно. И похоже на трипл килл для команды Брид Еспортс. А вот это уже что-то. Хороший тимфайт. Исполнение раскатили. Воспользоваться тем, что, соответственно, нет важных кнопок у команды. Блэклист. И начало какого-то, может быть, даже конца. Мы видим, что Сларк листка вырывается вперед по Недворсу. Опять-таки, Большой Тенхаттер это не проблема. Сларк его съест. Да, в принципе, полстые герои для Сларка это всегда была не проблема. Очень много статов выкачивается. Как только ты доживаешь, дотягиваешь игру в лейт, там уже как будто бы ты обречен. Так что, наверное, вот сейчас могу сказать, что в лейт все очень круто. Наверное, они тоже прекрасно понимали, что в наступил момент, когда получится удачно подраться. И они смогут забрать себе. Хотя бы преимущество по золоту. В общем, я думаю, на Сларке обязательно нужно здесь покупать шард. Какие тайминки мы ждем. Напаль на KPI. Там вроде бы стаки сохранились на Джеки. Но Джеки говорит, не, нужно отходить. Потому что летит сюда уже на подсейф в Teams. Вроде бы тоже Телефорт открыл кто-то еще. Армия отформируют. Что мы будем делать? Мы будем, наверное, опять-таки ждать Рошана. Ну, то есть ждать демашь для того, чтобы хватило на Рошана. Драться мы можем только по колдаун ультимейтов. И такое ощущение, что вот коллективы очень мало инициативы проявляют. Слишком мало, нет? Мне кажется, нужно играть более активно. Вот есть Комнасфера, есть Реведж. И что-то придумать надо. Ну, да. Ну, ты же понимаешь тоже, что Сларка найти довольно тяжело. А если вы убьете условного Магнуса, там, за Равагу, за купол. А мне кажется, без этих сплофов его не заберешь. Потом просто оппоненты придут, когда у вас колдаун или вас развалит. Выгонят там из леса, вы больше потеряете. Либо Рошана заберут. Поэтому хотелось бы файтиться, наверное, под какие-то обжективы. Ну и по товарам-то плюс небольшой есть для Белэклист. Т2 в топе все еще стоит. Есть небольшое преимущество по макро. Но если ты не нападаешь сам, всегда можно нарваться на очередной Глобал. Но мы едем, да? Глобала важно закомбинить. Если ты прыгаешь в Войда, в Панга, не важно. Важно переждать Глобал, внести очень много демеджа. И под конец закинуть либо Астрал Спирита, либо Лассо. Иначе урона не хватает по Корам. Ку-Ку, кстати, может раздревить сейчас всю атаку. Прыгает в него, не жалеет Лассо. Довольно быстро справятся они с Веником. Ну, хороший килл для Коргана, что можно сказать. Он, кстати, делает для себя Нулифлайер. Тот самый, с которым можно будет очень неплохо саппорт вырезать. Уже в соло. Ну, да, он здесь очень крут. То есть ты сбиваешь всякие пассивы Повисы, Глимер Кейп. И я уже с этой пассивной дотой начинаю по-другому разговаривать. А потом это дополнительный урон. Можно сбивать Винраст. Винраст, Винран. В общем, круто. Я считаю, что этот но билд, наверное, один из лучших. Конечно, можно покупать манта-стайл для того, чтобы сбивать условно какие-то себя сайлинцы, орчиды, ну и прочее, да, если его у соперников имеется. А здесь ничего такого нет. Здесь самое главное просто не попасть под ревальш в хроносферу. И я думаю, это нас устраивает. Наверное, Кордену тоже нужно задуматься над тем, как он будет выживать все-таки. Так, у нас мод команды Блоквист. Они хотят реализовать свои кнопки. В Фессис Войт у нас фармит вражеский лес. То есть у нас что подключится? Ну, Кордены видели. И самое главное, знает, что его команда качается на треугольнике. Но Корден так перемещается, как будто что-то чувствует. Сейчас посмотрим, хватит ее реакции. Возможно, он просто разревилит. Да, уходит на стейпе. Никого не спалил, но сам выжил, что самое главное. Понимает, что оппонентов не видно на мапе. Никто линии, кроме панга, не отпушивает. Значит, где-то они в нашем лесу уже меня караулят. Шикарная игра со стороны Бойт Спирита. Ганг задоджил. Отпушит сейчас линию. А вот Блоклист идут дальше. Видит дубу, Равага. По двум саппортам. Отлично. Шекл сюда же. Прокатился еще и Карл. Ну, прям симфония скиллов на уровне, конечно. Если бы это вылетело по кору. По саппортам, конечно, фраги приятные. Но стоит помнить, что сейчас нет ролла целую минуту. И Раваги. Две. Да, нормально. Это лучше, чем ничего. Убили двух саппортов. Можно пофармить. Опять-таки, посмотри, где играет Ку. Он, то есть, говорит, я буду здесь стоять, ребятки. Хотите, приходите, убивайте. Ну, по большому счету, это будет такой не суперважный фраг. Внимание, если на него стягивается. То есть, это пространство именно для Рэйвена. Который потихонечку в эту игру камбэкается. На топе у нас Тимс. Тимс тоже понимает, что дульта скейлиться. Он не может не фармить. У него там Атос не за горами. Я думаю, после Атоса вот что. Блинк или Клипнир. То есть, в принципе, если мы хотим просматривать Вэрочку как все-таки Симикор, то обязательно нужно покупать Клипнир. Это и дэмэдж, и дополнительный дизейбл. Ну, можно, знаешь, что сделать пику. Просто от Сларка как-то уходить. Позитивный айтем, который тоже дает тебе статы, который переливается в ДПС за счет того, что ты универсальный герой. КФ 1.55. В Блит уже верят здесь как фаворитов. Хотя в Сларка есть Войт, казалось бы, да? Вот сейчас нападение на КПА и Араваги нет. То, о чем я говорил, происходит. Вы забираете сапов. Это, конечно, приятно. Но потом зеленый свет для ваших визави. Ближайшие две минуты, чтобы делать все, что они хотят. Вот у них полнейшая кардбланш. Хотят на Рошана, пойдут и заберут. Ничего Блэклист против не смогут сказать. Ну, дэмэджи не так много, конечно. Опять-таки, у Рейвана появляется БКБ. Рейван чувствует себя более безопасно. Он понимает, может скинуть глобал. Но самое главное, его вовремя нажать. И Блит идут в Рошана. Должно действовать. Мне кажется, нельзя этого Рошана давать. 23 секунды от Тайтхантера. Успеют ли? Успеют ли? Вообще, пойдут ли Блэклист? Нет. Как будто бы им все равно. Хотя нет. Такая какая-то мидренность тяжка. Саппорты далеко. Если смог, непонятно. Рошан довольно-таки медленно падает. Но он падает, ребятки. Рано или поздно он упадет. Бегут, перемещаются. Без смака, подвизм. Ну, это ошибка. Тайтхантер летит, конечно же. Мне кажется, уже попринговали, уже поняли. Будут ли драться здесь Блит и Спортс? Ну и все. Опаздывают, опаздывают у нас Блэклист. Диджей подспил иномансера. Можно падать у тебя, где дэмэдж? Ну, конечно же, продавать. Хотя, есть у него Форстаф. Отличный. Джеки там уже начинает с агонимом наяривать. Два прыжка имеется. И с Айгисом этим как-то нужно свою позицию крепить. 10-5. Хорошее начало. В итоге от Блит. Возвращают они Лид. Есть у них Айгис. И Карл покупает БКБшку. Ух ты. БКБ у Магнуса тоже будет. На самом деле, я вот смотрю на такой айтем, как Шарт у Джеки. И понимаю, что он гений. Вот у него Айгис, да? В него купол ты не поставишь никогда в жизни. А если поставишь на тиммейт, он засейвит. То есть реально может произойти ситуация, где у Раивена, ну, Хрона просто либо в никуда прилетит, либо он вообще не будет ее ставить. То есть я это вполне вижу. Тут Али Бардо пытается сделать для себя. КПА. Ну, против Сларка работает так себе, откровенно говоря. То есть статус резистанса, это, конечно, классно, но как в Сларка накинуть эту Али Бардо? Он, во-первых, милишник. На нем она действует гораздо меньше времени, чем на условный Тамплар Ассасин. Ну, а во-вторых, попробуй нажми, когда у него там туча шардовая, ультимейт и другие неприятные спелы для тебя. 13-600, на самом деле. И если посмотреть на Войда, он недалеко. Не так сильно он отстал, деньжат много, но вот БКБ, это круто. Но, с другой стороны, если нажмут Глобал, тебе надо будет его скинуть, то ты половину БКБ можешь пробегать, ничего толком не сделать. Окей. Ну, самое главное, на самом деле, бить. Все, что нужно на воде, это бить. И не умирать. Очевидно. Давайте посмотрим на Сларка. У Сларка скоро появится Скади. Ну, как скоро? На самом деле, еще много фармить. Айгис нужно реализовать. Наступила ночь. Очень страшно сейчас. Блэклист выходит там. Нашли. Напали на Джеке. Ку нажимает пока что у нас. Форстарк. БКБ. Хорошо. По таймингу, посмотри, прям под нажатие лассо. И теперь может их стануть Равагу, если пойдут сюда как-то дефать своего героя. Раваг нажимается под купол. Рановато немножко. Хрон только сейчас заканчивается. Забирает еще и Войт Спирита. РП нажимается. В одного Войта, по сути. Айс-айс-айс. Пытается уйти на Скию. Увидит Ромазитова КПА. Хватит ли демеджа Баши. Сбивается Телепорт. Три килла делают Блэклист, потратив, правда, все свои ультимейты. Каждый нажал. Да, вот тебе и реализация. Если же, конечно, очень неплохо вышел, но, мне кажется, был поспешный глобал. Опять-таки, можно было подождать. В итоге Куни убивают Джеки. Ну, как-то там побил, подамажил. Стаков много не собрал. А вот крутая комбинация. Хроносфера плюс Рэвич, да, похоронила двух героев. Ну, что могу сказать. По кулдауну ультимейтов, Блэклист они очень сильные. Вот, без ультимейтов есть окно. Нужно этим окном сейчас пользоваться. Как раз-таки Блит. А если там выходить, искать и Алибарда на КПАе. Так, КПАе спалился. Джеки должен замедлить. Как же много статок он сейчас может своровать. Да, у тебя есть Алибарда, но КПАе. Куда они идут? Они же умрут все, посмотри. Они идут дефать КПАе. Но у них нет ни купола, ничего абсолютно. Они рискуют сейчас все отдать своей жизни. Так и происходит. Куку уже умирает. КПАе за сейвить так и не получается. Там уже третий паунс Джеки в него нажимает. У него 30 стаков ловкости. И все-таки пытается выйти отсюда Тайдхантеров. И справедливости ради у него получается. Выходит, что Куку умер неспроста. Или Диджея разгон. Уже четвертый паунс. Как же они хотят снять этого Тайда. Выходит, Чекарл нажимает ролл. Уже абсолютно в никуда. Там есть лассо. Можно остановить. Не дотягивается немного беттик. Не хватило буквально 10 единиц оранжи. Ну, сложно подцепить как раз-таки Пангайера, когда он в роли. Ты должен блинкануться ему за спину и дотянуться. То есть ты можешь попасть в ролл. Соответственно, не сможешь подцепить. В общем, там нужно поймать идеальный тайминг. Либо же иметь лассо. Иметь линзу для того, чтобы дать лассо. В общем, это сложно было скалькулировать. Но попробовал. Подцепили. Может быть, Баржу бы ее убили. Ладно, не получилось. Ничего страшного. Айгис у нас заканчивается. Одна минута остается. Самое главное, что куча стаков на Сларке. Это 23. Ну, вот они медленно начинают таять. Это все, что он на Тайде там заработал. Сейчас уйдет и конец лета. Ну, что? В вышечку уйдет, смотри. Бам-бам. Хотя бы вышечку. Ну, Т2 будет приятненько забрать. Напомню, на топе они там ее ковырялись 100 лет. Потом прилетел Тайд за Дефл. Потом драка была неудачная. Но сейчас все-таки первый тавер внешний Тир 2 падет. У Сларка Эгиды заканчивается 30 секунд. И я напоминаю, что сегодня она из команд уже так закидывала. Когда армии Джиньоса шли там с Эгидой, с Медузой, с Диким Перефармом. Ну, вот под окончание Айдиса поймали их. Но здесь есть клопа всегда. Лассо нажимается. Панга, Равага. А где же у нас глобальный Сайленс? Я не пойму. Ну, слишком поздно. Все кнопки-то уже были нажаты. БКБ прожимает Пангольер. У него нет уже ролла. Прожег от Айсайсайса. Попытка пробить Тайд. Это не лучшая цель. А теперь Купол. Сларку больно. 5 секунд его специально не бьют. Да посмотри. Возможно, хватит урона. Но он нажимает ультимейт. Пытается уйти. Заплочили паунс. Ультимативная заканчивается. И Джеки Бойс отправляется в таверну на пару со своими тиммейтами. Где клобал? Он ничего не сделал. То есть там Панга раскрутился. Глобала не было. Тайд прыгнул. Тоже было миллион лет, чтобы нажать. Но вот Сайленс не успел. И казалось бы, одна всего лишь кнопка. Но если вовремя ее не проюзать, все. Файп, Блэклист выигрывают. Да, жесть. Какой же варный тимфайт. Сейчас был проигран как раз таки в Блэклисте Спорт. Очень много золота зарабатывает Блэклист. У них, опять-таки, есть окно. Они могут спокойно забирать вышки. Докачиваться, скейлиться. Ждать Рошана. Но и нужно все-таки будет им дождаться реведжей и кроносферы. В общем, говорю, когда появляются ультимейты, у Блэклист все очень круто. Когда ультимейтов нет, очередь достает действовать у Блэд. Но сейчас день и днем Сларку не так приятно двигаться по карте. А плюс равно волшебство на боте. Аганим появится скоро у Карла. Это очень важный тайминг. Есть у него Алибарда. Замечательный артефакт против Сларка. Причем вторая на команду. То есть есть Алибард на Тайтхантере еще. И мне это нравится. Как контрмера против Сларка. Это очень круто работает. Потому что не понимать. Сларк бьет. У них большие проблемы возникают. То есть Слэд его не перебьет, мне кажется, под стаками. Для Бета Шарп попадает. Для Сайленсера он не самый лучший. Там надо бить. Саппорты. Если в Пайте сделают тычки, они, как правило, умирают после этого. Хочет Рейвенс купить себе Яшу Сэндж, кстати говоря. Ну и это хорошее приобретение. Исходя из того, знаешь, что там имеется Глобал, который надо снимать БКБ. Лассоны, которые ты можешь не среагировать. РП и так далее. Вот от этих спейлов всех помогает, конечно, Санжа. Которая дает статус резистанс. 3000 уже за Блэклист. И, по-моему, это третий камбэк, да, за игру мы с тобой смотрим. За эту карту конкретно. В начале линии Блэклист хорошо постояли. Начали Сноубол. Потом был камбэк, где триплкил сделали Блит. И вот сейчас возвращение от Блэклист уже было. В последнем замесе. И самое главное, они так круто распределились по карте, что после выигранного файта за промежуток отсутствия Хрона ничего не сделали Блит толком. И все, и Купол уже откатился практически. Да, да. Так называемая возня происходит сейчас на этой карте. Потому что она очень важная. Мы видим, что тайминги удается реализовать то одной команде, то другой. Ну и, соответственно, поэтому все очень близко. По коэффициентам я даже не знаю. Ну, наверное, 50 на 50, конечно. Мы видим, что тимфайты, когда имеются все ультимейты, у Блэклист поинтереснее. Опять-таки, игра заходит в лейт, где по ощущениям Фейст Исмой с Ханасферой, точнее, с двумя Хрихешрам, может наделать делов. Ты смотри, что. То есть Рошан, ты сам находится в боте. Но они подозревали, что тут находится оппонент. Такой прикольный смог нажали на Карла. То есть они думали, что его будут пиковать как раз таки. Но при этом сами Блит сыграли на опережение. И знаешь, как получается, что Блэклисты в минусе. Сейчас Блит пойдут в бот, займут позиционку под Рошпитом, расставят там Вижен. А вы, все, вы свой плацдарм для атаки уже отдали. Вот они перемещаются к порталу, чтобы вернуться назад. Но там уже будут ваши визави. Плюс Джейки распушил мид неприятно. По макро ситуация точно заблит. Вот успеют ли они прийти на этот тригорок? Нет, не успевают, кстати. Войд тэпнулся туда вместе с Тайдом. Теперь подниматься на эту вершину будет крайне опасно. Очень опасная игра сейчас Блэклист, потому что они поделились. Два героя находятся в боте. И два бегут сюда, точнее, три. Они понимают, что сейчас на них вообще могут выйти. Нажимают опять-таки телепорт и уходят. Джеки поздно попинговал. Было бы прикольно, если он просто прыгнул и нашел Тейдхантера. Мне кажется, он знает, что все вылетели, потому что у него спал эффект ульты. Регеново. Значит, кто-то кого-то видел. Тыкнут с Центрю. А пса не было. Значит, был оппонент, который сделал ТП. Соответственно, они нажмут смог где-то с Т2. И примерно понимают расположение своих визави. Здесь попытка поломать вижен. Фордон. Защита Апса поехала. Будет ли Глобал тратиться? Нажимает Саравага. Глобала опять нет. Он слишком поздний. Ну какой РП? По четырем героям. Господи, айсайсайсайс. Соль от него. Глобал ставится. Вернее, Купол. Ну куда? В сларах, который под БКБ дамоча может не хватить. У нее есть еще и тучка шардовая. Нажимает ее Джеки. Паунтить пока никого не стал. Надо раскатить БКБ Карла. Прекрасно это понимает команда Блитт. Они отдали РП. Но по сути убили только одного саппорта. Вернее двоих. Но они тут же вернулись в драку. Умирает у нас Магнус. Проблема огромная у Дубу. Кажется, все. Битва за Рошана проигранная. Так, Рошанан-то самого на самом деле-то и нет. Он появится буквально через 55 секунд. Айсайсайс появится через 60. И тайминги не самые приятные. Но вроде бы могут дать бой. Учитывая, что нету больше Харнасферы и Рэвиджа. Наверное, Блитт, есть смысл просто как-то захолодиться. Нет, и хватит вторым номером. Тем более, что у Джеки имеются стайки. А вот нападение отчаянное от Джеки. Очень много алибард. Джеки бить не можно. Одна накидывается. Потом вторая. Потом третья. Джеки, как говоря, ловит стайк. За карту! Куда Паунс? Это тот самый Паунс в окно. Вы только что его видели. И в итоге следующий прыжок уже заблочили. Джеки думал, что бьют Рошана. Ты понимаешь? И хотел как-то подойти. Возможно, героя пиковнуть. Может, соворовать. Потому что ультимативная была охрана у оппонентов отсутствовала. Но в итоге он совершил грубейшую ошибку. Отдал большой килл команде Блэклист. Если до этого было непонятно, успеют они Рошана убить или нет. То сейчас все очевидно. С Ларка нет целую минуту. Да. Плюс тайминг уже последний. Рошан появился. Рошан сейчас переместится как раз-таки в топ. Буквально через 15 секунд. Поэтому Блэклист занимает точку сверху. Ставит варды. Виномальца занимает позиционочку. И все. 47 секунд до реведжа. 31 досарка. Ну, мне кажется, вот сейчас это, наверное, уже сложно будет проиграть. То есть мы видели отличный реведж в исполнении. Как раз-таки Блэд. Казалось бы, может быть камбэк. Но за счет байбэков могли выровнять ситуацию. Блэклист. Да что-то глобалы какие-то странные. Может быть глобал дуба просто нажимает под атаку. Знаешь, там прыгает кто-то с вас о бет, допустим. И ты нажимаешь глобал. Потому что он не успевает. Там прыгает тайт на контратаку. У бетик-то нет БКБ. Чтобы уйти спокойно. И все. Реведж нажат. Ролл есть у Карла. И далее глобальный Сайллс не делает ничего. Поэтому надо пересмотреть вообще. Нажатие ультимативных лавышей. У саппорта Блит. Ну а пока. И гида. За Фестлот с Войдом. Сэр отдают Карлу. И Блэклист опять же перехватывает преимущество. За счет круто проведенной драки. И за счет того, что Джеки Боис очень сильно ошибся. И погиб в соло. Да. Айгис на Блэклист. Ждем кулдауны, которые уже прошли. Наверное идем в бой. Нужно как-то поджимать врага. Забирать Т2 в топе нужно. Вмещаться на бот можно. В общем нужно подрезать. Две линии стараются запушить сейчас Блэклист. Чтобы контролировать большую часть карты. И фарма. Какие-то пинги побежали на Сларка. Сларк конечно же девардит. И пока что на этом все. 36 минута у нас на горизонте. 4 раз в 14 счет. Игра там чуть ли не в нуле. Но я думаю, что наличие Айгиса конечно упрощает задачу. В общем давайте смотреть, наблюдать, собираться. Интересная карточка. Очень важная. И поэтому такая. Долгая соответственно. Никто не хочет ошибаться. Никто не хочет торопиться. Сейчас самое главное. Просто-напросто. Не проспать момент. Когда у тебя кто-то полетит под Т4. Есть Батрайдер. Есть Магнус со своим скьювером. И Блэклист прекрасно понимает. Что идти на Т3. Это себе дороже. С другой стороны. Как ты же эту игру? Нужно заканчивать. Правильно? А как это сделать? Ну. Пулдауны все есть. Наверное окружить. Запушить все линии. И кого-то подловить на ошибки. Пока так. Если Айдер уже будет совсем заканчиваться. Там можно и на ХГ подняться. Просто у них тавер дэмэдж. Ну такой себе. Там нормально можно настреливать. Только в Эрх. По сути. Ну и Войт. Знаешь так. Две тычки дал. Ушел на прыжке своем. Потом подошел. Еще раз тыкнул. Но это все слишком долго. И скорее всего вы больше получите. Если будете просто выкачивать всю карту. Когда оппоненты получают золото. Гораздо меньше. Они все-таки зажаты на базе. Как-никак. Ну да. В этом есть логика. То есть ты используешь Айгис. Просто с той целью. Чтобы увеличить свое преимущество. Поджимать врага. Если кто-то где-то подставляется. То вы его конечно же убиваете. Но пока никуда не подставляется. ПКБш Калибарду на Айс Айс Айс. Какой-то уже интересный билд. Ну Айс Айс Айс. Не то чтобы выпадает. То есть РП от него залетает. Но туда не хватает урона. Знаешь какой-то тролль условно там. Который ультанул. И тяжело его как-то остановить. Когда он под батл францем всех нарезает. А у Сларка немного по-другому. Он любит такие. Файты затяжные. Ему надо вначале набрать ловкость. А вот потом если нажмется РП. Он реально там всех уничтожит под импавером. Вот кстати и моменты. Где можно словить оппонентов на ошибки. Раиван находит Диджея. Купол тратить в саппорты не особо хочется. С учетом того что там и Войт еще проскипал пару пачек. Прожег. ТП Диджея. Хорошая работа. Блит. Несмотря на то что оппоненты с Айгисом. Забрали Рошаны. И вообще последние 5 минут. Те доминируют. Находят себе. Вот такие вылазки. Моменты. Скипы пачек. И не теряют базу. И самое главное по голде. Это не просели. Как вели 2000 их энеми. Так и ведут. Вот сейчас кстати Сларк там. Очень опасно посмотреть на своем треугольнике. Прыгать сюда KPI. Уже покатился Карл. Но будет у Джеки Бойса еще один прыжок. И на этом паунсе он точно уже убежит. Очень сложно поймать его. Подцепить. Опять такие кнопки ты ваку тратить не хочешь. Анасфера очень была не близко. Ну и на этом все. Вот тебе реализация Айгиса. Графики в нуле. В нуле. Тимпайтов не было. Просто по карте очень рамотно перемещается Брит. И давайте посмотрим на шантики на победу. Это плюс 63 на 37. Все таки ну есть наличие РП слева. Глобал там и лассо батрайдера. А справа это Хроносфера плюс Рэвидж Найтхантера. Ну такое. Такое. Я бы сказал что игра очень близкая. Сларк неоднократно да. Как показывает практика. Выигрывает плейд. За счет того что просто в один момент он набивает нереальное количество стаков. На 25. Идет ломать тебе трон. За счет большого количества ловкости его не пробить. А там. Ну ты сам знаешь. Знаешь какой град ударов. Просто он может насыпать. И заход на рампу. До конца Игуса минуты. Оу. Поехали. Ааа. РП. Можно Игиду выбить довольно быстро. Войду больно. Забирает его. Все еще есть лассо и глобал кстати говоря. Можно все это дело нажать. Там будет БКБ со стороны Войда. Лассо нажимается. А где же БКБ? Под фонтан везут. БКБ все таки успевает нажать Рейвен. Потратив очень много ХП. Прыгнул сюда еще и КПА. У него есть травага. Надо нажимать. Иначе тебя могут убить. Покатился Карл в защиту своего Тайда. Войд возвращает и бит Т3. Но он понимает. А Игиса нет. Очень опасно. И надо отходить. То есть Блокрист проиграли драку. По сути не нажав ни одной кнопки сейчас. За счет того что. Круто сыграл Магнус. Увез. По таймингу нажал РП. А потом вот это лассо до ВКБ. Очень круто все сделали БЛИД. Да. Прикольно. Слушай. В итоге никто не погиб. В целом. Выбили Аегис. Задефали Сторону. Ну что можно сказать. Разговоров-то было. Про эти замесы. Про этих Магнусов. Реально такая битва бескровная получилась. Но Войд будет качаться. Я думаю что сейчас Рейвен такой ок. Идем к 25. Где он может выбрать между большим куполом. Универсальным уклонением. Ну это кстати говоря класс талант. Здесь что нужна ли нам такая большая хроносфера. Я даже не знаю. Мне кажется универсальный все таки как раз таки додж будет. Ну вот тот самый бэктрек. Будет просто напросто получше. Ну Массер остается у нас на ФССВД. Есть у него Сливер. Он вот все до сих пор не хочет поменять артефакт. Он взял себе как раз таки меч. Для того чтобы накидывать Сайлес на дополнительные магические ромы носить. Но при этом всем бегает с Сливером. Для того чтобы он стакается с Инжин Яшей. И ты получаешь большое количество сопротивления эффектом. Я скорее удивлен что там Сайленсер взял Мейнбрейкер. Что там у нас какой-то Сайленсер будет с пикой. Через урон. А БКБ. Ну все. Погнали строки нарезать. Но Дубу видимо понял что игра знаешь в плей затягивается. Сайленсер с Рефрешером здесь не катит. Да да да. Я попробую просто дожать. Пора брать как говорится контроль в свои руки. Он говорит что-то вы не тащите ребятки. Сейчас я покажу. Слушай на Сайленсер там Аганим же вроде бы прикольно. Да получается. Ну Аганим там дает пластфорд по области. И есть талант на 25 который блокирует предметы. Но опять же. Как думал да. Это круто кстати в лейте. Ну круто. Но как добираться до 25. Подожди. Мы уже 42 посмотрели. Смотри у него. Я думаю 16 стелл где-то. Я думаю мы еще минут 18 посмотрим. 16. Обижаешь братишка. Уже 19. Скоро 20 не за горами. А там и 25. Один тимфайт. И я тебе говорю Аганим. Ластфорд без кулдауна там какой-нибудь. А ну он уже взял майнбрейкер. Надо было брать с пол призма. Чтобы по кулдауну просто насыпать этим ластфордом. Не давать кьюзать шмотки. В эти таймбак кстати говоря. Не ну майнбрейкер тоже прикольный знаешь. Если войда там тыкнуть после БКБ. Ой какой блинкаут от Айсайса. Если бы еще Карл нажать ролл пришлось. Я думаю здесь бы вообще было бы супер все. Ну и кстати Панга делает ТП. Его сейчас заметят на крипах. Могут даже смог нажать блин. Осознают это Блэклист. И отходят на свой ХГ. Подождут немного Пангольера. Райван тоже не сдержался. Говорит все я качаться ребят. Ну эти ваши хэгграунды. За них золота не дают. Мы там одну вышку не можем 100 лет сломать. Рефрешер сам себе не купят. Правильно? Конечно. И вот кстати рефрешер на Войде. Рефрешер на Тайтхантере. Это сильно. Особенно с ХГСом. Который уже есть у КПА. Тимфайт будет абсолютно бешеный. Любого героя которого ты хексишь. Ты забираешь с вероятностью 100%. 1000. Так. 43 минута. Давай вообще в целом думать. Ух ты ж. Я думаю. Ну в ближайшее время что может произойти? Тимфайт на Рошане? Да. Но даже наличие Эгиса не факт, что как-то эту игру ускорит. Такое ощущение, что здесь нужно либо вайпнуть врагов и выбить бэйбэки, чтобы эта игра закончилась. Либо поиграть еще минут 17 плюс, чтобы выбить тир 5 шмотки, которые будут носить дисбаланс. Условно на фестис воде мы можем что? Ну шляпу пиратскую взять, которая очень кайфовая. Да, возможно даже Миральдшилд, кстати, зайдет. Знаешь, чисто против того же бэта. Конечно. Какие-то хиксы там появятся рано или поздно. Тоже прикольно. Но с другой стороны, вот бэтик 17 тысяч, так смотришь. То есть это прям коровый бэтрайдер. Да, у него нету всяких актеринов и так далее. Кто БКБ нажал? Я слышал БКБ от Карла. Развели! Опять блинкаут, но подставляется диджей. Вот это уже очень неприятно. Есть у него бай, конечно. И, наверное, стоит выкупиться, если оппонента будут бить Рошана. А до него опять две минуты. Вот может быть момент, где Блит подумает, ага, они Рошана атакуют. Мы сейчас байнимся, пойдем в атаку. Это все будет впустую. Но пока Эннами показывается на крипах, поэтому какие-то чрезмерные резкие действия проводить не стоит. Тыкнули опс. Там, кстати, массовый телепорт пошли, потому что Рошан в скором времени окажется на топе. Позиционки у Блит нет. Им надо тэпаться самим и идти опять в смаке. Дежавю, дежавю. Где-то мы это уже видели. Окей. Незурнанта в смаках. Рошан появится еще через минуту. Ну, делать нечего. Айс и Сайс. Видит Карла. Нет, не видит. Наступает ночь. Там где-то БКБ. Можно покатать. Ах, Крипа! Он Крипа притянул. Господи, какой анлак. И Скрип умер от Срэшбакла. Он бы затянул просто этого панга. Увез. А тот без БКБ, без ролла. Это был бы сочнейший килл. И, возможно, победа в файте. Но этого не произошло. Бет в скором времени резнется. Дрошан еще минута. Какой же нерпняк для команды? Пока что просто анлак. Повезло, что никаких апкаков не было. А то, мало ли, сейчас бы еще Айс и Сайс перед Дрошаном бы умер. И это было бы вообще очень смешно. Зато игра бы ускорилась. И, возможно, поражался бы байбэк сразу же. Я говорю, 9 байбэков в наличии. Десятый на подходе. Сколько должна длиться эта игра? Она очень важная, я не спорю. Но, тем не менее, должен быть какой-то предел. Мне кажется, нужно поставить на паузу и уже как-то договориться. Ребятки, может быть, мы просто где-то встретимся и подеремся. Сларк не бьет героев, что ты понимал. У Сларка нет стаков. У него там 25 будет. Заролись. Как в этом видосе, знаешь, чисто ролл. Кто победит. Представьтесь, допустим, у команды такой драфт, что вот у них мега-крепы их зажали, и они типа 100% дефаются, но 100% не могут спушить. Давай, мол, просто. Такие игры были, кстати, знаешь. Там чуть ли не до бесконечности. Люди с Медузы стояли и ждали. Эту карту невозможно было закончить чисто математически. Рошан, Рошан, Рошан. Падает он. Ну и если вы не деретесь дорожно, то, наверное, надо бить ХГ. Но почему-то этим вообще, блядь, не занимаются. Наверное, знаешь, Игида конкретно вот слева, она мега-имбовая. Потому что ты получаешь Аегис, ты не боишься Хроны. Против Сларка Аегис, ну, не шибко помогает. То есть, если дошел файт до того мгновения, когда у него очень много стаков, он так или иначе тебя порежет. Он тебя дважды убьет. Вот. Другой момент, что этот Аегис дарует время, Блэклист, и за это время они нафармят деньги. А за деньги получат что? Два рефрашера. И с этими двумя рефрашерами пойдут к вам на ХГ. Такая вот математика дотерская. Да. Язык фактов. Ну, давайте смотреть на реализацию, наконец-таки, уже третьего Аегиса от команды Блэклист. Сыр, два сыра, плюс рефрешер. В общем, много всего. Мне кажется, вообще все, что нужно, имеется. Там какие-то уже финальные шмоточки остаются. Преимущества, кстати говоря, внезапно 4К у Блит. То есть, по фарму-то они лидируют. Но это ничего не дает. Я думаю, что Аегис поважнее будет. Самое главное, говорю, просто принять драку на выгодном для себя поле, месте и на выгодных условиях. В общем, для одного коллектива это база. Для второго это, конечно, ну, просто любой опенфилд, где, наверное, ты увидишь врага и поставишь хорошие атмосферы. В идеале две. Ну, две будет. Там все-таки рефрешер выпал для Войда. Он свой передумал покупать из обычной лавки. И решил догрейдить Сатаник. Ну, Сатаник это мег, круто. В статусе резистанс бешеный. И с учетом того, что у тебя есть Яш Саша, еще дополнительно к этому, то есть тебя там как-то увести, убить с дизейблой, навряд ли получится. А рефрешер ты потом переложишь и после своей первой гибели, или после первого купола, обновишь. И вот постепенно Блокрис начинает сжимать оппонентов на ХГ. Естественно, Блит этого не желает видеть. Сларф пошел сплитить топ. Бет забирает пачку в миде. И вот такими действиями, знаешь, хорошо они все оформляют. То есть я думаю, что если тут надолго задержатся Блокрис, они могут там и Т2 потерять теории в топе. Ну, наконец-то. Шатка, ну, Валка добирается до ХГ. Начинает Рэйвен колотить постепенно. Шуквейвы здесь двойные полетели уже с этим Шарлом от Айс Айс Айса. Ну и первый глиф уже Райдент нажимает. Сларф тем временем сплитит топ, ломает Т2. Прожег, лосовый, да? Подцепили его. Еще и Глобал сверху. Нажать Равагу все-таки получается. Еще РП сюда все вколотили в него. А у него же БКБ. И Сатаник, он отхилится за одну секунду буквально. Но увезли Тайда. Практически под Фонтан чуть-чуть буквально не хватило. Прилетел Карл вперед. Купол идеальный. По двум героям ставится. Мол, не летят. Поврошет сюда же. Очень много демоджа ГЛ. И неужели не хватит урона и здесь? Тучка идеальная со стороны Сларфа. Сейвит двух тиммейтов. Первый Купол в никуда. Но оппонентов тоже нету. Ни Лассо, ни РП. И возможно не будет Айс 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 Айс. Айс Айс скоро посмотри как его подвязали прямиком на базе. Но все-таки с Ювером он доехал до Фонтана. Сларф второй волной взлетает. Уходит на паунте. Набирает стаки постепенно. Там стаков 20 уже наверное есть. Магнус вывозит опять. На сей раз хорошее лассо. Подцепили в Эрку. Допить бы как-то Тимсон. Он выживает. Уходит все-таки на Курстафе. Очень много демоджа. Летит Войт Спирит. Забирает его. И все-таки удалось. Увести двух героев под Фонтан. Да неужели они убьют этого Войда? Получается сделать это. Тайт уже не байбэкнется явно. До тиммейтов он не доберется. С Ювер по таймингу. Заберут Раивена. Нет. Он ставит купол. И делает ТП. Контроля в БКБ не имеется. Команда тем временем снесла сторону. И отошла назад. Господи. Что за файт длиной вечности? Да у меня аж сердце в пятках. И я не понимаю что происходит. Опять я вижу героев под Фонтаном. Мне становится страшно. Но тем не менее Рейвен чудесным образом выживает. Ставит идеальную хроносферу по всем героям. Он рефрешится перед смертью. В общем красавчик. Держит свою команду на плаву. С другой стороны нету Тайт Хантера. И нету Рэвиджа. У Сларка ну не так уж и много стаков. 18 да. Плюс в принципе я не знаю. Хватит ли для того чтобы хотя бы что-то сломать. Ну они пойдут. Слушай. А там есть лосои. Можно опс поставить на ХГ. И кого-то пиковнуть. Если ты убьешь допустим Веника. Это герой без бая. У Пангарьеров такая же ситуация. Глобал уже появляется. И на самом деле вот оно лосо. Нападение. Все-таки Веника. Хватит ли ДПС. А Глобал появляется. В эту же секунду шикарная игра. Вылетает сюда еще и Магнус. Увозит. Нажимает РП. Застанили. Этого Рейвена подловили на Паунс. Он без БКБ. И он похоже не уйдет. Отсюда даже Сатаник не спасает. Войт умирает. Имеется бай. Но даже если ты байнишься будешь без купола еще целую минуту. То есть огромное количество времени. Чтобы снести как минимум сторону сейчас для Би. Да. Виномайнсер. Казалось бы пятая позиция. Не такая большая потеря. Но с другой стороны. Фейсс Вайду нужно будет юзать байбэк. Без Хроносферы делать не хочется. Есть Хекс и Рэбет. Штат Хантера. КПА. Вроде бы готов прожимать свои кнопки. Но при этом всем. Без Фейсс Вайда дыма уже вряд ли хватит. В общем ситуация не самая приятная. Т2 вышка стоит в топе. Можно наверное максимум отдать. Как раз таки два ПК Барагров. Я не думаю что пойдут в трон сейчас. Можно на вторую сторону слушаем. Нужно. Конечно. Стаков там не так много. Но герои это в таверне. И Магнус. Обратите внимание. Он тэплся на базу. Сейчас придет к тиммейтам. Бет уже толкает нижнюю линию. Приоритет на травалах по идее к своему коллективу. Джеки ломает. У него будет ультимейт. У него будет шардовая тучка. Бояться нечего. Главное доджить. Вот эти неприятные спеллы. Какой-то чейн стан. Не попасть. Где тебя не смогут спасти. Магнус. Ага. Гарпун не поражал. Просто укатился. Но будет вторая попытка на самом деле. До войды все еще 30 секунд. Т3 практически сломлено. Крипы постепенно заканчиваются. Сейчас активируется Багдору Дайер. И что? Возможно Блит отойти. 20 секунд. Как будто очень рискованно. Он там Лассо. Кастуется в Планга. Бангальера сбавим конечно. Равага сюда. Сайланса не было. Чтобы это как-то предотвратить. Карл пытается уйти на роли. Плюс БКБ. Получается сделать это. Но они никого не бьют. Они просто убегают. И естественно их настигнет тот самый Сларк. Убивает Тайдхантера. И идут далее. Не заканчивать игру. Но доламывать вторую сторону. Это точно получится сделать. У Джеки Бойса уже 22 непостоянных стака. Минус две стороны. 14к перевеса. Хотя 5 минут назад. Блит были зажаты на своей базе. Ты представляешь? Что-то невероятное произошло. По миду наверное. Теперь будут постоянные проблемки у Блэклист. До Рошана еще долго. Есть у нас как раз таки хроносферка. Но нужно Тайдхантера. В общем Сларк получил 25. Это очень важно. Это прям критично для команды Блэклист. Теперь они понимают. Затяжная драка всегда им будет минус. Мы видим что Сларк очень много стака выкачивает. Именно из Тайдхантера. И соответственно Пангальера. И что-то с этим нужно делать. Алибарды вроде бы и помогают. Как у контрмера. Но с другой стороны мне кажется просто нужно принимать драки. Говорю не на базе врага. А желательно на своей. Либо же условного Кларошана. Ну и Блит в справедливости ради не подставляется. То есть они дерутся только там где они могут драться. Где у них получается. Мы видим что Айсэйсайс периодически какого-то героя вывозит. Ломает позиционку. Что очень выгодно. Ну и я вижу Аут это убить Корт, но у которого нет байбэка. То есть Блэклист нужно задуматься именно над этим. Как-то эту проблему решать. А Айсэйс с дубл дэмэджем просто сейчас ломает и два очка в топе. У него кстати говоря актеринку и выходит он в оберхелминг блинг. Можно катать 24 на 7. И мне кажется Блит пойдут или нет. Нет, нахакайте опасно. Но могли они знаешь так побить Т3. Запорсанные какие-то телепорты врагов. Но понимать, что одна хрона и ты погибаешь на сларке. Какого-то сейва от сеймейтов увидеть пока что сложно. Но вот в дальнейшем... Ну 9 байбэков на карте. 54 минута это уже глубокий лейт. Мега лейт. В мега лейте что очень сильно решает? Ну наверное тот, кто просто-напросто первые начнет драку. Ну лучше. Понятное дело, если начал драку там условно в Тейдхантера и не убил. Это не очень хорошо. Можно поймать в ответ к моносферу реведжа. В КБшке тоже уже не такие уж и длительные. Поэтому смотрим-смотрим, наблюдаем. У Тейдхантера скоро появится реведж. Реведж. Реферешер. То есть два реведжа. Звучит как план. Опять-таки нужно их дать под... Наверное, дэмэдж с файда. Очень интересно, что там у ВР-чки. Если у ВР-чки дэмэдж появился, то это будет неплохо. Ну тут линька, тут форстаф. Нет дэмэджа. Ну как? Ну тычка какая-то имеется, конечно. Ну не так много ДПСа, чтобы прям кора забрать. Кстати, Корган-то стоит на ХГ. Очень опасно. Он без баи. Единственный. Из всей десятки. Если подставиться, это будет тильт. И могут даже пойти заканчивать. ПКБ. Было нажато Карлом. Глобал кастуется. Не дают ему покатиться в роли своем. Меняет позиционку. ТПА прыгает сюда. Хиксует все-таки Магнуса. И кубал! На краешек зацепили. Того самого героя без байбэка. Неужели его заберут? Хватает урона. Падает Войт Спирит. Он без возможности для выкупа. И Сайцайз покатил Тайда. Рейвен след за ним. Но уже без хроны, правда. И там будет РП. На развороте. Можем ли мы что-то сделать? РП в кастовале. Нет, надо бежать. Джеки даже бить никого не стал. Он уже тяпается на базу, чтобы сплетить бот. Драка точно проиграна. Отдано было 2 килла. Да. Вот тебе и идеальный тимфайт получился. Тимс находит у нас Диджей. Диджей просто пытается уйти. И напоминаю, что у Диджей нету ТП, сбивает просто-таки линку. Вроде бы через лассо. А может быть форстаф, но не суть как важно. Потому что сейчас еще и погибает у нас Батрайдер без байбэка. Это очень важно. Нужно идти по амиду. Нужно пытаться эту карту заканчивать. А рефрешер есть у Рейвена. Но деньги на него есть. Деньги есть. И есть рефрешер. У Тайда точно он себе везет. То есть можно реально идти, ломать третью сторону. Если оппоненты не байбэкнутся, то мы просто закончим. А баяться-то некому. У Бета не хватает денег. Войда не будет еще и... Будет спирит, вернее. 70 секунд. Ну надежда опять на Магнуса и на крутые такси под фонтан. Никак иначе. И вот они, Блэклист. Идут заканчивать. Грипп есть, кстати, у Рейдиант. Первый байб потратили на Магнусе. Главное не подставляться. Если Магнус погибает, это точно конечная остановка. Прям 100%. Сларк протолкнул немного нижнюю линию. Ну и Войт пока рефрешера покупать не стал. Он понимает, что байбэк здесь гораздо важнее. Сломали вторую сторону. Идут на третью. Джеки включается уже сюда. Активирует свои тычки по Рейвену. Набирает стаки. Ультимейт был потрачен. Рефрешеров тебе так и не докупил. Но надо! У него есть деньги! Надо курьера только отправить. И будет рефрешер. Либо купить еще что-то. У него 8 тысяч. Нельзя принимать последний файт без этих слотов. Кикстанули все-таки Магнуса. Глобал ответный, чтобы не дали по тому Робаку, видимо. Который, нет, я не знаю. Падают вораки. И похоже, что это мега-крипы. Да, мега-крипы готовы. Они появятся на басе соперника совсем скоро. Блэклист. Зеленый свет для того, чтобы зайти на Рошана. И с этим уже точно закончить игру. С двумя куполами. С двумя Рогвагами. И кучей хиксов. Какая-то невероятная игра. Просто что происходит. Мега-крипы делают сейчас коллеги как раз-таки Блэклист. В итоге у Блит незавидное положение. В шаге от мажора были. Казалось бы, вот, ломаем две стороны. И можно потихонечку эту игру заканчивать. Но не тут-то было. Отличный ревельдж. И как раз-таки комбинация по Кордону. Он погибает. Смотри, они идут. Но своровать уже точно ничего не выйдет. Что, отойдут на базу. Можно РП, пожалуйста, дать хорошее. РП пока что не будет, видимо. Прыкать никто не стал. Диджи, кстати, тоже в позиции. Можно того же Войда вывести. Но у него и гиды не хочется. Да и там и Сатаник Санджа. То есть как? Ты его увезешь буквально на один сантиметр. Это явно того не стоит. Отходит пока аккуратно Блэклист. Они понимают, что база пушится врага. Нападение Веника. Там уже нет никакого подзыва. Очень много ресурсов тратит. Него РП по троим. Неужели шансы? И Робагов никуда там все в БКБшках. Нарезает Джеки. Набирает огромное количество стаков. Глобал очередной. Убивает Войда. Но это только первая жизнь. Он рестница. После гиды будет Купол. И Купол можно опять же поставить на всех. Хрона нажимается в Сларка. То Туча. Не успел ее активировать. Неужели хватит демеджа? Вторая Хрона. С Сларк с Байбэком, конечно. И придется выкупаться. Да. Добивает все-таки его. Идут за Кордоном. У того Бай все еще не откатился. Не хватает 200 голды буквально. Уходит на диссимилейте. Сларк возвращается в игру. После Бай. Диджей притягивает массу внимания на себя. Скорее всего умрет он. Без возможности для выкупа. Нет. Бай имеется. Тоже откатился. Шансы появляются. У команды Блит. Катит сюда. И сайсай. Снес Кьювери. Получает Хекс. Его так быстро не заберешь. Там тем временем нажимается. Рефрешер. Сларк прыгает второй раз. Под БКБ. Под ультимейтом. Нарезает. Ку-ку. Отправляется в таверну. Файт 4 на 4. Рэйвен тоже страдает. Он без маны банально. Посмотри. На один прыжок. Ему хватает маны буквально. Но тут так круто подвязали Магнуса. Айсайсайс. Никуда не уйдет. Коротом просто делает ТП на базу. Файт проигран. Коллективом Блит. Еспортс. И двух героев. Без Бая не будет. В скором времени. Опять можно попытаться закончить. Могут ли они вообще в слом пойти и закончить? Потому что оказалось бы 4 на 3. Но нету главных кнопчиков у коллектива Блэклист. Нету реведжа. Нету хроносферы. Посмотрите. Там очень много дэмэджа. Очень много золота. Куча байбэков была заюзана. Такое ощущение, что Блэклиста тут отдали больше. Здесь при том, что у них мега крипы. Они потратили 3 байбэка. Но они не могут закончить, понимаешь? Трон стоит. Да они не могут выйти сейчас. Они не могут пойти и залынить. Потому что если они погибают, игра заканчивается. Они потеряют трон. В общем, есть опция выбить нейтралочки. Нейтралочки. Благо, контролируют они большую часть карты. То есть вот-вот-вот. Сейчас собрать нейтралки. И за счет того, что у тебя будет преимущество в артефактах, попробовать как-то задавить. Им нужно занять вражеских хенджетов. Это факт. То есть пойти, 2 спотика забрать для себя. И тогда они выбьют все шмоточки. Плейдхантер вперед, Fallen Sky. Ух ты. Будет он комбинировать. Давай посмотрим, что выпадет в Айду. Что вообще выберет себе Рейвен. Мне кажется, шляпа очень неплоха. Что там еще есть? Такое крутое. На, фейсис Вайдата. Сейчас посмотрим, что возьмет. Ну, экс-машина, наверное, ему не шибко здесь нужна. А, вот Мир Аршилд взял. Тот самый и Панга тоже. Чтобы избавиться от Лассо. Ну, правда, забавно, да? Ты берешь Мир Аршилд чисто против бета четвертой позиции. Ну, тут понятно, лейт. Он уже очень большой. Ну, слушай, кнопочки имеются. Там вроде бы что можно накинуть. Да, они идут, смотри. Там рефрешера будет 2 реведжа, по сути. КПА может, ну, 2 хекста от Веравадия. Заберстки одного героя без бая. Это может быть уже достаточно. Пока прыгает Джеки на первом баунсе. Нажимает первый ультимейт. Рефрешер у него в кулдауне, напоминаю. Коротен здесь нарезает. Он с баем. Ставится купол, чтобы убить Войт Спирита. Урона как-то маловато. Ну, вот Роблак и связка идеальная по двоим. Только Сланг остался в живых. Войт Спирит выкупается. И Мактус появится через 6 секунд. Надо немного подождать. И возможно, будет РП по всем. Возможно, будет коллапс момент. Сейчас по КП. Ну, РП по трем. Хорошо. Джеки нарезает под Эмпауэром. Но трон падает. И команда Блэклист побеждает. И все-таки обеспечивает себе четвертую победу в рамках турнирной таблицы, друзья. 4-2 теперь, кстати.